Чтобы приобрести квартиру или дом, совсем не обязательно обращаться к риэлтору, говорят специалисты. Посредник потребует 1-2% от стоимости жилья. В Самаре средняя цена на квартиру около 4-5 миллионов. Значит, заплатить риэлтору придется от 40 до 100 тысяч рублей. За эти деньги он подыщет варианты и сопроводит сделку. Но риэлтор может не иметь юридического образования. А значит, гарантии, что в дальнейшем проблем с приобретенным жильем не возникнет, нет. А найденные варианты квартиры и домов вам в любом случае придется осматривать самому. Поэтому, если нет желания переплачивать, можно все сделать самостоятельно. Но чтобы избежать рисков, стоит обратиться за помощью к юристу. Он проверит документы на недвижимость, которую вы собираетесь приобрести, и составит договор купли-продажи. Юрист уже может проверить подлинность документов, проверить юридическую частоту сделки, проверить какие-либо негативные последствия, которые могут грозить в случае неознакомления с документами и каких-то действий, которые может предпринять лицо самостоятельно. Риэлторы уверены, рисков при самостоятельной покупке квартиры или дома гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Мы можем заказать расширенную выписку и узнать, кто был прописан в этой квартире до того года. Нет ли там сиделых, как мы говорим, чтобы не... Как была приобретена квартира. То есть дальше вот на этом этапе возникает огромное количество юридических проблем. Сейчас очень серьезная тема возникла банкротства. Вы покупаете квартиру, вы никогда не узнаете, а может человек уже подал на банкротство, и началось это процессуальное действие, но пока есть время быстро скинуть. Поэтому я говорю, никогда не ведитесь на то, если квартира продается дешево. Если вы все же настроены совершить сделку без риэлтора и собираетесь приобрести квартиру за наличные и маткапитал, определившись с вариантом, нужно сходить в пенсионный фонд, взять справку об остатке маткапитала. Заказать ее можно через сайт госуслуг, а вот получить лично. С этой справкой, а также с продавцом и всеми документами на квартиру отправляйтесь к юристу. Он составит договор купли-продажи, после чего нужно идти к нотариусу. Только он способен прописать доли в приобретаемой недвижимости на всех членов семьи. А это непременные условия использования маткапитала. Если использовать средства материнского капитала, всегда составляется нотариальное обязательство о выделении долей. И непосредственно при уже использовании материнского капитала и при выплате стоимости квартиры уже нужно будет необходимо выделять доли в данном имуществе непосредственно на себя, но и на остальных членов семьи. После этого можно смело совершать сделку. Все сделают в МФЦ. Достаточно туда записаться на прием. Два часа максимум и квартира ваша. Если же вы планируете покупать жилье в ипотеку, юриста вам нанимать не надо. В банке есть свой специалист. Со всеми документами на квартиру нужно отправляться туда. В этом случае юридическая чистота сделки гарантирована, а вот бытовые условия лучше изучить самостоятельно и обязательно познакомиться с соседями по будущей квартире. Мы выступали от продавца. Рядом жил в соседней квартире благополучная семья, но был больной мальчик. И этот мальчик, ему уже был 21 год, он не разговаривал, он кричал и голым выходил сюда. Вот приходили люди, ну я работаю от продавца квартиры, я зачем буду рассказывать эти проблемы? Естественно, мы подбирали время, когда этот мальчик не кричал. Вы скажете, мы плохие риэлторы? Нет. Мы работали на своего продавца. Если вы намерены купить дом, владелец должен предоставить вам право, устанавливающие документы на само строение, на земельный участок, а также договоры с ресурсоснабжающими организациями на подключение газа, света и электричества. У владельцев должна быть выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, которое подтверждает факт существования дома. А также технический паспорт помещения. Он изготавливается в бюро технической инвентаризации. Со всеми документами вам нужно обратиться к юристу, который составит договор купли продажи, после чего записаться в МФЦ на сделку. Виктория Шарая, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События.